И, конечно же, здесь будут и мухи, и комары, и... Да все что угодно. Да вот, бегемотик быть у меня тут. Как, кстати, бегемоты разговаривают? Как выглядят дети голубей? А дети воробьев? А я видел. Кого ты видел? Детей воробьев? В интернете. В интернете видел? Реально? Такие уроды. Уроды? Дети воробьев? Нет, голуби. А, дети голубей уроды? Да. Вот такие лысые. Лысые? Тебе же нравится? А в татуировках? Нет. Нет, я даже не понимаю лысых собак, лысых кошек. Лысых собак не понимаешь? А что за лысые собаки? Ну, типа, выведены породы, вот эти, которые есть такие маленькие собаки, перепуганные, на оленя похожие, вот так постоянно трясется. Я вообще, кстати, не понимаю, как эта собака была выведена, знаете, вот эти маленькие, которые вот так трясутся, блядь, постоянно. И у них глаза вот так на выкате. Я даже не представляю, какое сердце у них находится. Мне кажется, сердце занимает большую часть их организма, потому что выдерживает постоянные такие стрессы. Мне кажется, эти собаки постоянно на стрессе. Вот постоянно. Они постоянно что-то боятся, трясутся постоянно. На каких таблетках, блин? Я не знаю, что там за сердце. Вот так, наверное, с кулак, блин. Просто вот тут желудок, а вот так, а остальное все сердце. С кулак собаки? А? С кулак собаки? С мой кулак. Витирай себе сердце. Вот. Где зуб? Какой зуб? У меня все зубы на месте. Какой зуб? И коты лысые, фу. А я вообще кошек не люблю котов. Я считаю, что это самое отвратительное, что есть вообще, блядь, в нашем мире. Это кошки и коты. Это просто, блядь, просто невозможно. Просто невозможно. Отвратительные просто существа. Целыми днями лежат себе яйца. Потом, потом кашляют, отхаркивают. Шерсть, суд. Во время, значит, весны они знают. Особенно вот эти веслоухие британцы. Это же просто невозможно. Как Ерихонская труба. На всю, блядь, деревню Ивановскую. Они орут и слышно везде. Вот так делают. Вот так. Клянусь тебе. Конченые. Плюс еще у них нету привязанности к хозяевам. Ну, типа, преданность вообще для них это, ну, понятие незнакомое. Похеру. Пошел и пошел. И вообще похит. Икс-ксмайлордной. Он так, блядь, поднимает лапку переднего, так встает с него, так. Опа. И ноготком так. И такой, что? Что еще раз? Ты послал меня. Я кормлю тебя. Я выбрасываю вот эти камни, которыми я наполняю. Или что там, чем я наполняю. Для того, чтобы я лоток. Я плачу деньги ветеринарам в клинику. Я тебя глажу. Чешу пузо. Ты мне показываешь. Ногтевой фак? Да. Ну, как они вот так? Ну, такой. Твари, твари. Собака нет. Собака другое. Собаки, что, с пола упала, она, что, будет самая счастливая, будет хвостом херачить так, что ждать, аж обдувает вот так ветром. От счастья. Собаки преданные. Да. Сто процентов. Кошки пидори, согласен. Дай пять. А люблю тебя за это. У родителей собака есть. И я. Это к вопросу, есть ли у родителей животные. Да, есть. Я и собака. Нас двое. Твари шестяные. Латвия, привет. Здорово, Латвия. Как, слушайте, а ну, расскажите. Ладно, не хочу сейчас поднимать эту тему. Опять сейчас придут ребята, которые ищут славу по всей Украине. Не хочу. Ты знаешь, да? Ты что, не знаешь? По всей Украине ходят, кричат слава, слава, Украине, слава. Славу не начни до сих пор. Сколько они могут достать? Ну, я им сказал сразу, пусть пишут в передачу ищут тебя. Обязательно найдут. Ну, хватит этого, ну, что, невозможно. У тебя Яшка был. Почему был? Есть. Живой, здоровый. Кушает, кстати, неплохо. Прикольно, помню его. Кого, блядь, ты помнишь? Пишу тебе уже десятый раз. Давай, одиннадцатый. Сейчас был юбилейный, на одиннадцатый точно я прочитаю. Без усов крут. Спасибо, моя золотая. Мне тоже самое вчера сказали. Ну, сначала сказали, ай-ай-ай, как щипет. Я говорю, сейчас мы исправим эту проблему. Зык-зык-зык-зык-зык, садись. Ай, обожаю куть. Что? Мерзкий. Мерзкий? Да, меня один из этих не любит с этим. Ну, типа он порядочный. Что значит типа? Ну, порядочно, без типа. Нет, я сказал, тип порядочный. Ну, типа, типа тип, знаешь, есть чувак. Чувак, человек, уважающий американскую культуру. Типа, эй, чувак. А есть тип. Вот ты тип порядочный. Ниггерская, это замашка такая. Ну, мне кажется, ты похож на недорогую. Мне кажется, ты похож на ниггера. Сам ты, блядь, ниггер. Сам ты супер ниггер. Не узнал? Лидочка? Нет, не узнал, моя золотая. А должен? А что за Лидочка? Без понятия. Фу, фу, пишут. Фу, фу. Фу, фу, это что? Продолжение раз. Слава Украине смерть ворогам. Вороги? Что такое вороги? Вороги, мальчик. А? Воряги? 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 Воряги, что ли? Ебать, викинги прям. Воряги вот эти на кораблях, блядь, из древесины подплыли к берегам, блядь, Украины. И что они там? С молотом и с волной ходят там? А у них правда вот такая борода? Ммм, они вот так разговаривают. А у них есть такой клич вот такой, вот этот, викингов. когда не на берег сходит ну-ка расскажи 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 мы с тобой в эфире разговаривали лидочка моя золотая прости пожалуйста меня за мою бестактность но я так часто разговариваю в эфире я и сейчас продолжу этим заниматься всегда узнавал блин ну я лид я правда у меня вылетелось головы мазала моя жизнь она помните здесь просто были карусели за аромам были двою а тогда 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 ли за лида лида вот это нет салла в кокаине ухты прикол и и смазал, и шлёпнул. Женька, привет из Гомеля. Привет, огромный Гомель. Привет большой. Как у дочки дела? Всё хорошо, работает в прокуратуре, всё нормально. Тебе смешно? У нас ракеты в соседние дома прилетают, и много людей умирает. Мне не смешно, что женщина написала о том, что у вас варяги какие-то. Варяги у вас на территории Украины. То есть подожди, у вас на территории Украины сейчас варяги, у вас на территории Украины нацисты. У вас что происходит, вообще не могу понять. Это ваша страна. Почему вы их не выгоните? Про какой гомель? Они же, блядь, эти варяги сейчас выйдут из сёл, баранов позабирают, скот позабирают. Золото, дань. Держитесь там. Дань, дань, дань. Нет, дань это по моей счастью. Привет с Абраудерсо. Здорово, Анка. Пулемётчица. Слушай, по поводу, значит, моего отношения, Валерка пишет. По поводу моего отношения к тому, что сейчас происходит. Мои золотые, вы не ищите вообще подвоха, и не ищите вообще никакого юмора в том, что происходит сейчас на территории Украины. Поверьте мне, нам всем здесь грустно. Кузин, ты лучше выглядел, а сейчас какой-то неухоженный. Извини. Послушай, это называется беспорядок. И поверь мне, он ухоженный беспорядок. У меня очень вкусно, сейчас пахнут волосы. У меня чистая рубашка. Я помыт, наглажен. У меня всё супер. Я не понимаю, о чём вы говорите. Вы как? Вы привыкли вот к этим мужчинам, которые вот так зализаны, или у которых полубокс вот эта прическа? Ну, я разный бываю. Я же не могу быть всегда одинаковым. Это первый. Второй момент. Тебя вообще не должно ебать, как я выгляжу. Творческий беспорядок. Обожаю за пониманием. Это же моя жизнь, моя голова, мои волосы, моя рубашка, мой, блядь, эфир, мой дом. Вы у меня в гостях. Поэтому не пизди, блядь. Что-то не нравится. Шуруй, блядь, иди облизывай своего гладко выбритого, блядь, бедолагу. Что ты мне рассказываешь, как я должен выглядеть? Моя золотая, поверь мне, моему опыту, Денис не даст соврать, он со мной шоркается целыми днями по пляжу. Вот этот беспорядок, вот эта вот чумовая внешность еще ни разу бы, а я тебе больше скажу, она еще больше женщин привлекает. У меня Денис... Я хамишь, хамишь, блядь, блядь, читаю. Наталья, вы мне пишите, что я хамлю? Наталья, смотрите. Я проведу очень тонкую грань. И под ней еще красной линией проведу маркером. Красного цвета. Вы пришли ко мне домой. Это мой эфир. Я его включил. И я решу, когда его выключать. И я решаю, кому мне отвечать, а кому не отвечать. Не потому что я там классный, крутой, или я считаю себя выше вас всех. Нет, это просто мой эфир. И вы у меня в гостях. Вы пришли сейчас ко мне в гости. Я каждому из вас дал тапочки. Я каждому из вас налил чашку чая или кофе. Все по вашему желанию. Я каждого из вас посадил за круглым столом. И каждому из вас даю возможность общаться со мной, задавать вопросы. Но когда вы начинаете выебываться и рассказывать в моей квартире, что тапочки, блядь, не очень, а вода, блядь, в чашке, она теплая, а кофе, что, блядь, я другой кофе пью. Вы в этот момент просто автоматически я забираю вас тапочки, забираю вас кружку кофе и провожаем вас просто из нашего эфира. Все очень просто, мои золотые. Вы очень странные, послушайте, вы очень странные. Я один, вас вон 300 человек. Но представьте ситуацию, вы идете по городу или вы сидите дома, к вам приходят ваши подруги или там друзья или незнакомые люди приходят домой и начинают вам рассказать. А вы, блядь, хозяйка, вы говно, честно говоря. И вообще борщ у вас не соленый. А что за запах в квартире? А что у тебя сиськи, как у уши в спаниеле, вот так, блядь, на ветру болтаются, когда окно открыто, сквозняком фигачат. Блядь, цвет волос у тебя и концы у тебя секутся. А что у тебя муж реально 30 тысяч зарабатывает? Фу, блядь, как вы живете. Ну, моя золотая. Скажи, пожалуйста, тебе станет приятно от этого? От услышанного? Предполагаю, что нет. И я уверен, на миллиард процентов, чтобы этот человек бы еще не договорил половину того, что я сказал, он был бы уже отправлен нахуй из твоей квартиры. Автоматически. Поэтому, мои золотые, у меня абсолютно адекватная и правильная реакция на ваше сообщение. Не нужно просто рассказывать мне о том, как я должен выглядеть. По вашему мнению, я не живу с вами. Вы не спите со мной и не просыпаетесь со мной и не засыпаете. Поэтому, принимайте меня таким, какой я есть. Люблю вас. Пальцы просто загляденье. Мои золотые. Пожалуйста, 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 что с ними? Пожалуйста. Есть хироманты? Где вы там? Хироманты? Пожалуйста, вот они пальчики. Вот они, козочки, козочки пошли. Бе-е-е. О-о-о-о-о-о. Бе-е. А, да, на пять не любят. Видно, а причем, значит, самые, кстати, отвратительные комментарии пишут люди, у которых нет фотографий на аватарке. Объясню, для чего они это делают. Они создают страницы для того, чтобы аккаунты, для того, чтобы ходить вот так из одного эфира в другой и писать гадости. А все от того, что жизнь скучна, да я больше скажу даже, не то, что скучна, ее просто нет. Она отсутствует, своя личная жизнь отсутствует. И они пытаются засунуть нос в чужую личную жизнь. Я даю вам миллиард процентов, что люди, которые пишут о том, что у меня с внешностью что-то не так, но они максимально безобразно выглядят. Вот максимально безобразно. А пишут они это только потому, что им нравится видеть человека, как им кажется, неухоженного лохматого, чтобы просто на их фоне казаться, ну как бы мы еще более-менее вроде бы. Поэтому здесь очень просто. Я отвечу, я скажу вам, очень простую элементарную формулу этой мать его крутой жизни. Человек счастливый, человек уверенный в себе, самодостаточный, никогда в жизни не позволит сказать другому человеку о том, что с ним что-то не так. Только вот обиженные, несчастные, с отсутствием своей личной жизни люди говорят и вот говорят.